В продолжение выпуска информация из криминальных сводок. В Прохоровском районе ветераны стали жертвами дерзких злоумышленников. В результате спецоперации белгородских полицейских преступники были задержаны и сейчас под арестом ждут решения суда. Подробности у сотрудницы пресс-службы ОВД Юлии Пономаревой. Захожу в хату, а этот буфлет, эта дверка приоткрыта. А я говорю, что ж он забыл закрыть? Как же он забыл? Открыла, там сумки нету. Я закрещала, крещу, бегаю, сама не знаю, деда нету. Пошла туда кровать, они там рыли, поднимали одеяло. Пенсионерка Клавдия Николаевна с ужаса вспоминает события того дня, когда в их доме побывали неизвестные. Злоумышленники похитили из дома ветеранов Великой Отечественной войны все документы, сбережения и даже награды. Причем одну из них в честь юбилея Великой Победы мужу Клавдии Николаевны вручили ровно за неделю до происшествия. Супругам в какой-то мере повезло. Им, в отличие от другого потерпевшего, жителя соседнего хутора, не пришлось столкнуться с злоумышленниками лицом к лицу. Дочь 91-летнего ветерана рассказала об эмоциях отца. Они зашли в масках, один большой, один маленький. Взяли за плечи, повернули его в дом и повели. Сказали, старик, не бойся, мы тебя убивать не будем. Завели его в зал, посадили на диван. Тот маленький, вроде стоял около него, как он говорил. Мы же тут не были. За плечи держал, говорит, не бойся. А большой открыл шахванер, взял деньги. Вот, взяли скотч, привязали, так стулку взяли, привязали одну руку скотчем и пошли. Говорят, он теперь далеко не уйдет. Однако далеко уйти не удалось злоумышленникам. Предполагаемые преступники были задержаны, когда возвращались на автомобиле с места совершения очередного преступления. Среди задержанных двое 30-летних мужчин и 38-летняя женщина. Все жители Прохоровского района. По дамам украбили старых пожилых людей. Когда руки связывали, когда не связывали. Пенсионерам вы связывали? Да. А зачем? Ну, если вдруг, чтобы будут орать или кричать, тогда связывали. Куда потом деньги тратили? День, ну, тратил себе кредиты платил и страховку на машине. А мне только покупал сиареты, еду и водку, и все. Вот что для вас, вот, 9 мая, праздник? День Победы. Да, вот как вот ветераны эти люди, там, подвиг, да, совершили, чтобы уже это, вот, в числовом будущем. Ну, вот, вы приходите к ним в дом, забираете их медали, награды, деньги. Не, ну, я-то откуда знал, что это ветераны? Ну, а то, что они их медали вели к Отечественной войне? Ну, я-то их не брал, я их напальню брал. Да потом я только узнал. Ну, а то, что вот люди военного, так сказать, возраста, не было власти, да, что это ветераны? Ну, может, ты была там, ну, просто больше склонилась к тому, что старый человек. Ну, а если бы знали, что это ветераны, пришли бы к ним в дом? Нет, я думаю, ветеранов не полез бы. Лицам, причастных к совершению данных преступлений, в настоящее время предъявлено обвинение за совершение тяжкого преступления и двух особо тяжких преступления. Тяжкое преступление хищения имущества, совершенная группа лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, и два разбойных нападения, совершенная группа лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Данные эпизоды соединены в одно производство. В настоящее время задержаны и арестованы. Полицейские установили их причастность ещё к двум аналогичным преступлениям, совершённым в Карачанском и Яковлевском районах. Юлия Пономарёва, Владимир Сурменков. Пресс-служба МВД России по Белгородской области. Специально для программы «Вести Белгород».